Спасибо за приглашение выступить на данной сессии. Произошли определенные изменения в лучшую пользу, и радиотерапия стала очень сложным феноменом. Поэтому нам нужно учитывать следующее. Не слишком ли мы торопимся осуществлять анализы рисков или говорить, что негативные примеры в радиотерапии слишком редки, чтобы осуществлять очень активную оценку рисков? Ответ здесь двухзначный. Во-первых, мы обязаны это делать по закону, и государство уже начало это делать. Даже если вы пока этого не начали делать, я имею в виду оценивать риски радиотерапии, это уже стучится вам в двери раньше или позже, вам придется это начать делать. И, кроме того, мнение широкой общественности в отношении радиотерапии неоднозначное. Несмотря на то, что количество негативных случаев не так велико в радиотерапии, они их знают меньше, чем о негативных случаях в химиотерапии. По сути своей, когда мы говорим о негативных последствиях радиотерапии, мы не говорим о каких-то несчастных случаях. Обычно речь идет о недостаточной дозе, слишком высокой дозе или неправильном географическом выборе места приложения радиотерапии. Нам нужно понимать, откуда исходят эти проблемы. Посмотрите на эти приборы, которые использовались в начале 50-х годов. Это приборы измерителей рисков для того, чтобы проверить, что обувь хорошо сидит на ноге человека. Потом от этих приборов уже отказали. Что такое риск? Риск состоит из определенных элементов, и они именно включаются в анализ рисков. Сначала вы анализируете риски до того, как что-то произошло, потом вы анализируете риски на этапе прохождения процедуры, например. И здесь очень важна отчетность и классификация рисков. В настоящее время в Европейском Союзе проходит много различных проектов, посвященных оценке рисков. И на данном слайде я хотел бы представить вам проекты 2011-2015 года. Очень важно отметить, что в 2013 году была введена Европейская директива по основополагающим принципам безопасности, Сандат. Эти рекомендации подготавливали мы в составе определенного коллектива. Но наша работа началась до того, как эта директива была введена. Сейчас мы находимся на некой промежуточной стадии изменения этих правил в условиях новых реалий. Вот так выглядела ситуация до проекта. Как я уже сказал, общественное мнение было очень неоднозначным в отношении радиотерапии. Были определенные инциденты, которые произошли в Европе и в США в рамках радиотерапии, которые вызвали большой общественный резонанс. Именно поэтому в последние годы мы ставили большой акцент на методах и способах осуществления анализа рисков. Единственная директива, которую мы тогда располагали, была составлена в 1997 году. Сейчас, как я уже сказал, мы руководствуемся новой директивой 2013 года. Именно поэтому в 2011 году Европейская комиссия объявила проект по помощи внедрения ненадлежащего, ненужного применения радиотерапии в отношении определенных пациентов. Этот проект был назван «Руководящие принципы анализа рисков при случайных и незапланированных случаях радиотерапии». Этот проект возглавлялся Европейской ассоциацией радиационных онкологов и некоторыми другими учреждениями в рамках консорциума. Осуществлялся совместными усилиями. Я был главой проекта «Астро», представляли Филипп Маньон и Марко Крэнни, представители «Эстро». И также у нас были представители властей Европейского Союза. У нас была панель экспертов. Имена перечислены на слайде. Основные цели нашей работы были, во-первых, проанализировать ситуацию по европейским странам, потому что европейские страны все по-разному подходят, как к практике, так и к регулированию радиотерапии. Потом мы хотели показать состояние дела аудитории и подготовить рекомендации. Нашей дополнительной, но не менее важной целью было получить экспертное, единое мнение различных экспертов и организаций из всех разных стран. Вы знаете, что у всех свои подходы, и что касается внедрения новых подходов, все страны очень по-разному подходят. Наши страны говорят на разных языках, и не всегда перевод осуществляется очень просто, потому что в разных странах приняты разные термины. Когда мы говорим о рисках, мы в первую очередь имеем в виду радиационные риски, это превышение, занижение дозы или неправильный выбор места приложения радиотерапии. Но есть и важные побочные эффекты. И эти побочные эффекты иногда не совсем правильно наименуют. Под побочными эффектами мы имеем в виду те последствия радиотерапии, которые не связаны с ошибками лечения. Мы используем две анкеты. Первая – это общая анкета с общими вопросами, которые по Европе распространяются. И вторая – это детальная анкета для того, чтобы ограничить количество стран, которые приняли решение по поводу дальнейшего сотрудничества. А это то, как вторая анкета распространялась. Было решено этими странами разработать более детальный подход. Естественно, когда вы высылаете анкету, ответ зависит от того, соответственно, кто будет отвечать. Поэтому мы подумали, что необходимо создать больше контактных точек, чем просто одну контактную точку в стране. Мы попросили клинических физиологов, и онкологов, и радиологов, и также представителей национальных властей, которые занимаются регуляторными вопросами, поработать вместе. И, естественно, в зависимости от того, кто отвечает, будет отличаться и ответ. Также были изучены научные публикации, анализ национальных стандартов, что было достаточно сложно, поскольку национальные стандарты написаны на национальных языках. Иногда довольно сложно отслеживать все это содержание. Затем мы организовали европейский семинар для того, чтобы прийти к консенсусу. И, в конце концов, в 2014 году Европейская комиссия после года дискуссий одобрила результаты. И сейчас на веб-сайте Европейской комиссии есть два документа. Также мы опубликовали данные в журнале по радиотерапии и онкологии. Еще будет два труда, скоро публикация. Что касается результатов и статистики. Из 68 стран представили анкеты, еще 6 начали. Но мы не приняли ответы, потому что они не были полными. И поэтому необходима, естественно, более оптимальная репрезентация данных. Юридические рамки, законодательная база. Очень интересный слайд, потому что все зависит от ситуации и традиций, которые существуют в каждой из стран. Если посмотреть на организацию, то в основном 62% всех стран имеют регуляторную базу. Но есть такие страны, где есть законодательная база. То есть парламент выносит эти законы. А есть страны, где нет законодательства. Но они следуют определенным рекомендациям со стороны властей, которые не имеют обязательного характера. Но также они привносятся на нижний уровень. В некоторых странах есть руководство со стороны научного сообщества. Все зависит от традиции. Например, в Великобритании или в Финляндии они следуют руководством. У них нет регламентов. В Германии есть очень много регламентов. Все это зависит от истории и традиции страны. Как вы видите, существуют различия в регламентах, существуют различные законные и подзаконные акты. Я не буду на каждом слайде останавливаться. А это то, как это осуществляется в некоторых странах. Но, может быть, не очень существенные слайды. Я просто хочу сказать, что, по крайней мере, вы можете при желании найти общие рекламенты, детальные регламенты, подзаконные акты. Поэтому очень трудно получить общий взгляд на ситуацию. Я сознательно сюда этот слайд поместим. Просто показать, что методы оценки риска далеки от ежедневной клинической практики. И моей тоже. Мы это сами не делаем. Очень важно отметить, что, если вы не будете обучены в сфере анализа риска, вы не сможете это делать. Здесь нужен специалист, который будет этим заниматься. Не думайте, что вы можете эту работу передать кому-то из коллег. Это комплексная работа. Она требует конкретной методологии. Это как в авиации необходимо нанимать определенных специалистов. Ну, в противном случае, у вас будет неудача. Ну, а для клиницистов это тоже не пойдет. Существует множество методов. Хочется показать вам результаты и признать работу моих коллег, которые участвовали. Это Марк Валера из Франции, который оценивал ответы и отклики. А это еще два слайда. Что находится в пользовании? Мы видим пять выбранных стран с различными методами. И они, на самом деле, применяют эти методы в рутинной, ежедневной практике. Иногда нам удивительно видеть, как это происходит, особенно в западноевропейских странах. Отчетность и обучение – это наиболее известные методы, потому что оценка рисков до того, как что-либо произойдет, ну, в общем-то, то, чем мы не привыкли заниматься. В авиации, в транспортной промышленности это используется. В медицине не привыкли заниматься оценками риска до тех пор, пока чего-либо не произойдет. У нас нет такой традиции, но нам необходимо ее начать разрабатывать. Обязательная отчетность и обучение происходит после того, как что-то произойдет. А после того, как произойдет, естественно, мы должны отчитываться об этом. Естественно, мы должны отчитываться о серьезных инцидентах, о редких инцидентах, а также небольших, но частых инцидентах. Еще несколько слайдов. Это слайды касаются того, как ситуация развивается в европейских странах. Зеленый цвет говорит, да, это делается. И увидите следующие слайды, как это делается, если вообще делается. Я не буду останавливаться на слайдах. Да, в некоторых странах что-то делается, в других нет. Некоторые страны просто не отвечают ни на что и не реагируют. Поэтому существующая система отчетности и обучения, она бывает международная и национальная. Вот несколько элементов, которые следует опомянуть. Иногда система анонимная, иногда конфиденциальная. Безусловно, люди боятся представлять информацию, поэтому, когда система анонимная, проще получить информацию. Однако, есть и минусы, потому что, когда что-то произошло, вы не знаете, кто отчитался, и вы не можете отслеживать линию этого события. Но необходимо соблюдать баланс. Есть различные системы. Добровольность и обязательность. Это вопрос, насколько вам нравится отчитываться или вы должны отчитываться. Большинство систем добровольны. Вы не обязаны отчитываться, если только там кто-нибудь не умрет. Общественная информация и доступ. Да, в некоторых странах они все разглашают. Даже небольшие инциденты получают разглашение во Франции. Например, есть законодательство, по которому о любом инциденте необходимо отчитываться в национальные агентства. И затем это должно быть открыто для общественности. Поэтому общественность должна выносить суждения по поводу происшедшего в большинстве стран. Есть вот эти данные, но они не открыты общественности. Иногда мы считаем, что общественное мнение не является компетентным знанием. И общество не может принимать и выносить суждения. Есть разные подходы, методы использования данных и доступа к данным. Да, конечно, развиваются электронные системы данных, новые доступы. Что касается политики, отсутствие обвинения. Да, например, в моей стране есть законодательство, что если человек, кто предоставляет данные, его нельзя критиковать, его нельзя обвинять, его нельзя наказывать. Кстати сказать, это вопрос, потому что мы все отвечаем за то, что мы делаем. Это не просто, так сказать, отчитались и не несем ответственность. Но если мы будем наказывать человека, который отчитывается, тогда и не будет отчетов. Очень такой тонкий момент. Очень тонкий. Если посмотреть на то, как это происходит в некоторых европейских институтах, мы видим в первом ряду в одном институте 5000 отчетов за 3 года, а в другом всего 7 за 2 года. То есть в одном учреждении лютые отчетуются без конца обо всем. Все, что не происходит, там 2-3 раза в день отчеты идут, а в других вообще никакой отчетности. Поэтому вопрос, а как же все-таки лучше? Мы не считаем, что там, где нет отчетов, лучше. Но самая основная проблема, безусловно, классификация. У нас есть отчеты, и мы должны классифицировать по определенным шкалам. Основная проблема заключается в том, что слишком много классификационных систем существует, поэтому трудно сравнить ситуации в рамках разных стран. Если посмотреть на шкалы, у нас есть шкалы с семью уровнями, есть шкалы с двумя уровнями, а как сравнивать эти инциденты, которые происходят между странами. И когда мы опубликуем что-либо, мы хотим быть уверенными, чтобы люди в других странах понимали, и вот как следовать европейским регламентам, поскольку такое разнообразие существует. Реальная проблема – это шкалы, вот эти степени. И как решить эту проблему? Еще одна группа слайдов касается следующего. Зеленое означает «да», а красное означает «нет». Европейский консенсус между экспертами заключается в том, что в 2012-м был европейский семинар. Мы пытались получить консенсус до публикации руководств. Это была ступень, прежде чем Европейский совет начнет работать над материалом, поэтому необходима искуссия. И он был достигнут консенсус. Конечно, здесь нет обязательного характера. Это не европейский регламент, это европейские рекомендации. Означает, что страны не обязаны следовать. Однако им нужно вынести объяснение по поводу того, если они не следуют. А рекомендации. Рекомендации освещены в двух документах. Предварительные данные были опубликованы в 2014 журнале по онкологии и радиотерапии. Еще два труда выдавались детальными рекомендациями. Однако концепция и данные уже находятся на веб-сайте Европейского Союза. Два документа с некоторыми рекомендациями. Конечно, сейчас не время описывать это в деталях, но просто хочется показать вам, что это рекомендации национальным властям, институтам радиотерапии, учреждениям радиотерапии. Это, возможно, интересный слайд, который говорит о том, что необходимо. Как я сказала раньше, вы не можете этого делать сами по себе. Необходимо нанимать специалистов для этой работы. Эта задача требует серьезных усилий, а также и средств финансовых. Очень важная рекомендация по терминологии. Мы не должны пользоваться термином несчастные случаи. Мы должны использовать нежелательное событие, ошибка. Вот это, пожалуй, нежелательное событие, ошибка. Вот это самое лучшее, пожалуй. То есть это означает, что вот все-таки ошибка была допущена. И заключение. Последний слайд. Ситуация отличается. В Европе проактивная оценка риска во многих странах еще не реализуется. До того, как что-то не произойдет, система отчетности и обучения реализуется. В большинстве стран на довольно хорошем уровне, хотя и не везде вообще. В качестве будущих действий мы должны использовать вместо слова «нечастный случай» «adverse area event», то есть нежелательная ошибка события. И необходимо достигнуть сильного сотрудничества между институтами радиотерапии, властями, профессиональными сообществами и производителями. Ну и хочу, конечно, отдать должное работе этой команды, рабочей группе. Спасибо.